Сегодня мы рассмотрим фонарь фирмы TrueNight, модель TN11 Перед нами упаковка данного фонаря Как видим, заявляет производитель максимальную яркость 830 люмен Максимальное время свечения в минимальном режиме 745 часов Дистанция 335 метров Ударов в ручность 1,2 метра И погружение под лобом на 2 метра Ну и также максимальная яркость в центральной точке Итак, что касается комплекта данного фонаря Кто в него входит? Темляк Тут у нас есть колечко небольшое еще Конструкция вот такая Здесь можно регулировать И дана еще вторая штучка у нас тут Требляк в принципе очень удобный Достаточно длинный Сантиметров примерно 40 сантиметров где-то Может тут 50 сантиметров Клипса Достаточно тугая Три запасных резинки Проставка для аккумуляторов и батареек Чтобы они не гремели Инструкция Не очень богатая, конечно Но тем не менее Как видим Здесь написано, что можно использовать элемент питания 18650 Либо батарейки CR123 Их количество зависит от используемых удлинителей Непосредственно два удлинителя Если мы используем один удлинитель То мы можем в фонарь установить три элемента CR123 Если мы используем два удлинителя То мы можем уже использовать два аккумулятора 18650 И также у нас в комплект входит чехол Чехол достаточно удобный Снизу у нас есть отверстие Собственно, она рассчитана на использование удлинителей в фонаре Сам чехол сделан достаточно качественно Ну и теперь рассмотрим непосредственно сам фонарь Итак, здесь у нас упор Ударная кромка стальная Есть ребра охлаждения На корпусе множество проточек Глубина их небольшая Но сразу они не очень понравились Потому что они очень имеют острые края И кожа руки о них очень сильно сдирается То есть, если мы закручиваем, допустим, очень сильно туго То можно просто снять слой кожи с руки Это, конечно, недостаток данного фонаря На кнопке у нас тоже имеются проточки Здесь у нас два отверстия под крепление телека Через колечко Стоит на хвосте Он не падает, но имеет небольшой шапок Но, тем не менее, возможность установки его на хвост есть И использовать как свечку Здесь у нас также есть В упоре отверстие под темляк Просверлено колечком Ну, давайте разберем и посмотрим, что у нас внутри Итак, резьба у нас Фонари смазаны С обеих сторон Причем, когда фонарь пришел С упаковки они были смазаны избыточно И сразу при установке аккумулятора в фонарь Он не включался Не было контакта Из-за смазки Пришлось практически всю смазку удалить После удаления фонарь нормально заработал С каждой стороны у нас по толстенькой уплотнительной резинке стоит Со стороны головы у нас резьба не анодирована Со стороны кнопки резьба анодирована Как видим Голова у нас имеет плюсовой контакт В форме, сделанной пружинкой Пружинка у нас достаточно жесткая Будем надеяться, что дачу фонарь держит очень хорошо Потому что он позиционируется как подствольный фонарь Итак, конструкция кнопочки У нас минусовой контакт сделан в виде болгонки И давайте посмотрим Разберем его Вот так непосредственно сама кнопочка Пружинка тоже очень жесткая Так, вылетел у нас КОНЕЦ И так, теперь берем немножко головы, открутим ударную кропку, она достаточно тяжеленькая по весу, далее у нас идет стекло. Тут у нас установлены 20-тонная резинка, достаточно тоненькая, тут есть остаток небольшого лития есть, и рефлектор. Рефлектор фонаря используется гладкий, давайте замерем его длину, длина у нас примерно 32-33 мм, диаметром у нас 35 мм. Скажем так, рефлектор не самый глубокий, но тем не менее, фонарь у нас достаточно дальнобойный, имеет четкий лучик. Здесь, как видим, у нас диод закрыт. Гдеосподр Скажем так Намередка Эйзи 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 Дляutdo И так посмотрим, как фонарь смотрится в чехле. Установка чехла немножко нам мешает упор. И теперь давайте попробуем установить удлинитель. И уже поставим элементы питания у два аккумулятора 18650. Как видим, фонарь у нас стал значительно больше. Установим его чехол. Получается вот такой вид у нас. Собственно торчит как раз сам удлинитель на эту длину. Ну и теперь что касается режимов данного фонаря. Итак, кнопочка у нас фонаре тактическая. То есть до щелчка у нас фонарь включается. Зафиксировали. Фонарь включается у нас в максимальном режиме. Далее для перехода в режим светлячок нужно чуть открутить голову. В данном случае у нас сохранилась память последнего режима. Далее для того чтобы настроить режим или перейти в режим минимальной яркости нужно открутить чуть голову. Как видим это у нас минимальная яркость. Еле заметно. Вот теперь для того чтобы перейти в настройку режимов нужно быстро открутить и закрутить ему голову. Не получилось. Вот. Пошла настройка. Нет свидетельствует о моргании. И дальше начинает яркость ступенчато нарастать. У нас зафиксировалось 80% яркость, 85% яркости. Дальше идет медленный стробоскоп и быстрый стробоскоп. И цикл начинается заново. И так допустим мы хотим остановиться в этом положении. Мы должны закрутить и закрутить голову. И в течение двух секунд удержать. Вот как видим у нас зафиксировался наш режим. Также можно запомнить стробоскоп или другую яркость. В принципе система программирования удобная и полезная. Но ее реализация не особо хорошо сделана. У людей которые первый раз допустим купят диодный фонарь и он будет именно модель Труна и ТН-11. Могут возникнуть с этим небольшие проблемы. Итак, как видим, при установке фонаря на голову в включенном состоянии прорези ударной кромки могут свидетельствовать о том, что фонарь включен или выключен. Что вполне удобно. Ну и рядышком сейчас поставим конкурентов данного фонарика. Ну и конкурентов просто собрать. Это у нас Кларус XT-11. Также собрат по фирме Труна и Тскорпион. Поставим еще модель Криланд В9Т6 на диоде также XML. Ну, не совсем конкурент, это люкс РЦ. Просто поставим в качестве размера. Итак, можно посмотреть на какие у нас тут ставят отражатели. И это Скорпион. И это Скорпион. Аэробин В10. Мурбокат. И это Скорпион. Партнете. И это Скорпион. Субтитры создавал DimaTorzok. И это Скорпион. И это Скорпион.